Воинское кладбище в Керчи. Это несколько десятков памятников и надгробных плит воинам, погибшим в освободительных боях за Керчь в годы Великой Отечественной войны. Спустя 67 лет после победы ныне живущие продолжают узнавать именно тех, кто сложил голову, отвоевывая у фашистов пять за пятью родную землю. Останки 22 солдат были найдены во время поисковых работ в районе поселка Маяк. Некоторых удалось идентифицировать благодаря медальонам и личным вещам. Среди них Николай Подурец, Абрам Кофман, Андрей Черкашин, Михаил Новиков. В Керчи свято чтут память защитников Родины. Церемония перезахоронения останков воинов на протяжении всех послевоенных лет не остается без внимания ни городской громады, ни ветеранских организаций, ни общественности. Уважаемые собравшиеся, от имени городского главы Олега Владимирович Асадьевича, руководства города, благодарю всех, кто пришел сегодня для того, чтобы попрощаться с останками советских воинов, которые были найдены в марте этого года. Потому что эти войны погибли 70 лет назад. В майские дни, когда был прорван Крымский фронт, советские войска отступали через Керченский пролив. И они заняли позиции для того, чтобы прикрывать переправу. Они настоящие герои, потому что отдали свои жизни для того, чтобы спасти в жизни своих товарищей. Память о них будет вечной. И сегодня они найдут свое вечное упокоение. В этот раз поисковикам удалось разыскать лишь родственников Николая Подурца, сведения о котором семья собирала все послевоенные годы. Но он числился в списке без вести пропавших. Его племянница Лидия Пиженко приехала из Харькова, чтобы вместе с заместителем председателя районной государственной администрации Бобринецкого района Кировоградской области Григорием Демарадским отвезти останки воина на его родину в село Бобринец и захоронить рядом с матерью. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы сделали. Что вы нашли эти останки и передаете их народу. Этот солдат Подурец Николай Иванович все-таки спустя сколько лет приедет на свою родину. Мы все знаем, что когда мы возвращаемся на родину, у нас настроение поднимается, мы улыбаемся, солнце в нашей свете. Я думаю, что где-то душа этого солдата тоже улыбнется. Спасибо вам за вашу работу, которую вы сделали. И Бобринчане вам передают большущие данные уважения и поклоны. Я просто очень хорошо помню, как мама и сестры, они его ждали, любили. Он у них был единственным братом, мы были пять сестер. И хорошая такая была семья, дружная, трудолюбивая. И дядя Коля был высокий, красивый, молодой, спортивный. Он закончил семилетку, закончил военное какое-то, не помню, точно не хочу врать. И по-моему, он даже проходил срочную службу в это время, когда война началась. Мой папа только вернулся, он чуть старше, а его забрали. И поэтому мне когда сообщили, они всю жизнь его ждали, всю жизнь. Последний раз его искали где-то в 80-е годы. А он числился как пропавший без вести? Он пропавший без вести числился. И бабушке сообщили сразу, что он пропал без вести. А потом уже через много лет искали его. И через Красный Крест искали, искали. Вот Подольский архив отвечал все время, что он пропал без вести, нет его. И ждали они его, конечно, долго. Надеялись, что вернется. Может, ранены, может, контужены. Может, в плену был. Но все было, война была. Большое спасибо, огромное спасибо. Я даже представить не могла, что в наше время люди вот есть такие душевные, такие, которые этим занимаются. Сейчас, знаете, как больше равнодушия и хамства вокруг. Поэтому я была просто потрясена. Потом, когда осознала, мне позвонили 7 мая. Я 8-го целый день раздала. Я как подумаю, сколько они его ждали, как они его любили. И вот только нам пришлось узнать, как я могла не приехать. Я не могла не приехать. Я понимаю, что если бы они ждали, они бы с того света приползли похоронить его. В память погибших почтили минуты молчания. Останки 20 красноармейцев были преданы земле. Участники церемонии перезахоронения каждый бросили по горсти земли на могилу. Позже здесь будет установлена надгробная плита с именами пропавших без вести воинов, погибших в годы войны на Керченской земле. Ольга Лукьянова, Антон Плотников. Новости дня.